всем привет с вами андрей кубик продолжаем серию сбалки бандажей в прошлом видео говорил какие бандажи друг другу сводятся какие мы будем рассматривать это 223 то есть вот такой блок да это 222 то есть фьюз куб это 122 который сводится с этого надо собрать вот собственно говоря фьюз куб 2 до чтобы свести так 223 будет 123 вот такой и будет 113 между прочим между прочим вот этот бандаж который мир арсиамс который 113 до в прошлом видео говорил вот этот блок 113 бывают бандажи тоже мир и очень интересный мир рта у меня к сожалению есть и картинку показать даже не могу суть в том что у него склеены вот эти две полоски то есть не просто 113123 и выглядит это очень красиво потому что как бы вот конструкции такие тоже очень замысловато выглядит вот и есть еще очень интересный бандаж тоже сеанс это когда склеены вот эти два да еще по моему еще один блок то есть там грубо говоря вот здесь один куб вот здесь один куб вот здесь один куб и вот эти кубы они с одним блоком а вот этот бандаж он с двумя блоками то есть это выглядело бы вот как вот этот 223 да еще там 113 палка например вот не так просто это собрать как оказалось вот значит перед тем как начать собирать вот это вот гадость надо во первых формулу найти коммутаторы то есть перед тем как скрамлить до обязательно нужно какие-то закономерности найти но еще перед этим хочу сказать о видах методов сборки значит их я разделяю три вида первый вид это по слоевой то есть когда ну фридрих собственно говоря да первые два слоя интуитивно можно собрать там of to l а третий слой уже либо коммутаторы либо олл плл либо ну либо скип короче формулы вот есть соответственно методы на количество ходов то есть кх приближение приближение к алгоритму бога значит они собираются поблочно то есть собирается блок 1 2 потом 1 2 2 потом 2 2 2 собственно говоря о чем сегодня а нет сегодня 223 да собирается фьюст куб и потом остается вот эти вот три плоскости раз два три и потом собирается соответственно 1 2 нет 223 то есть то что вот у нас сейчас то есть грубо говоря нужно собрать вот этот блок потом остается вот эти два слоя и они уже коммутаторами собираются есть одно важное отличие в методе хейса от того что мы сегодня будем рассматривать в методе хейса можно ну теоретически можно разрушать вот этот блок то есть если мы его собрали коммутатор требует того чтобы чтобы разобрать разрушить вот этот блок это можно делать в бандаже такое делать нельзя потому что он железобетонная приварен друг другу эти детальки вот ну и третий метод третий вид методов это по деталькам то есть мы собираем сперва углы потом центры потом ребра вот и соответственно собираем этот коммутаторами в данном случае куб вот этот вот наш у него собираются сперва углы потом ребра почему именно так потому что при постановке углов можно разрушить ребра то есть чтобы не разрушить их в конце мы будем их делать чтобы не разрушить их начале мы будем делать в конце вот значит что еще не сказал перед началом вроде все сказал значит что какой коммутатор там может быть что вообще такой коммутатор для начала мы должны что-то разобрать что-то сломать и собрать это по-другому а побочный эффект будет эффектом комбинации собственно говоря коммутатора Ну, разрушим вот это вот. Замечательно, разрушили. Теперь надо это починить, но не вот такими движениями. Я вот подгоню сюда и будем крутить вот таким образом, пока он вот встал. Все замечательно. Собираем суммаренный поворот. И вот у нас два угла, они развернулись. Значит, сразу говорю, что в этом бандаже, если поставлены вот эти два угла, а поставить их, как можно догадаться, довольно просто. Если поставлены вот эти два угла, то все остальные стоят на месте, и максимум могут быть только развернуты. Сейчас сделаю еще раз. Вот, то есть они развернулись еще раз. У них три состояния, да, три цвета. И я делаю последний раз. И по идее куб должен собраться. Ой-ой-ой. Ну вот, углы собрались, а ребра нет. Вот, ну что, давайте запутаем. Сейчас, 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 сейчас. Поехали путать. Значит, собираем вот эти два угла. Раз угол. И два угла. Теперь нужно поставить вот сюда желтый и синий. Желтый и синий подгоняем сюда. Поворачиваем. И комбинация следующая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эта комбинация меняет тройки. То есть вот эта тройка разворачивает, и вот эта тройка тоже разворачивает. Центры тоже разворачиваются, хотя этого не видно. То есть если наклеить сюда какую-нибудь наклейку или что-нибудь нарисовать, то будет видно, что он тоже разворачивается вместе с тройкой. Значит, таким образом мы можем с помогательным поворотом повернуть вот это и вот это, сделать формулу, и у нас развернется эта тройка. Поехали. Вот мы получили то, что надо. Даже можно вот это развернуть. Круто. Во, как замечательно выглядит. Супер, у нас один слой остался. Так, значит... А, нужно углы же поставить, да? Значит, у нас развернуты все. Ну и поехали крутить. Пиф-паф на двух слоях. Так, что произошло? Кто-то починился, да? Починился вот этот. Ага. Так, я, пожалуй, сделаю вот так. То есть разворачивать будем вот эти два угла. Поехали. Так. Вот они развернулись. Замечательно. И осталось вот эти два угла. Их, наверное, надо будет делать в обратную сторону. Сейчас рискнем. Нет, не получится. Не получится. Разрушится сейчас. Потому что я не сделал поворот вот с нижнего слоя. Ладно. Сделаем обратно. Так. И просто развернем их два раза. Вот раз. Вот они раз повернулись. И, соответственно, второй раз. Формулу несложно же вывести, да? Вот. И теперь у нас... О, замечательно. Превосходно. У нас осталось ровно три боковушки. Значит, сразу говорю, флип в ребра здесь невозможен. Почему? Потому что есть такая красивая аналогия. Чтобы... Вот есть у нас кубик, да? Чтобы его развернуть вот так, да? Нам нужно три плоскости. То есть нужно сделать вот так. Вот так. То есть вот мы его повернули. И вот теперь он в другой ориентации. То есть красный был сверху. Желтый был там. То есть вот желтый мы повернули. Вот. То есть нужно три плоскости. И здесь у нас только две плоскости. Здесь у нас только две плоскости. Раз, два. То есть, грубо говоря, вот ладонь, да? Мы можем... Чтобы перевернуть ладонь, вот так, нам нужно раз. И нужно обязательно вот вторая плоскость вот туда То есть невозможно, если вот у нас только два состояния, которые мы можем использовать, два слоя То развернуть, как бы перевернуть тут невозможно Поэтому ребра здесь не меняются, не флипаются То есть надо их просто поставить на места Значит вот они, три ребра Мы будем использовать буфером Буфером будет вот это То есть мы развернем вот так, выполним комбинацию У нас развернется вот это И развернется вот это Один из них должен точно встать на место Вот это надо сделать Когда он встанет на место, мы заменим его на третий элемент И буфер развернем еще раз, он встанет на место А углы, а боковушки соберутся Значит показываю, как это происходит Вот этот угол ставим вот сюда Раз, два, три, четыре Надо запомнить Значит первый ход туда, второй ход туда У, Р, да, запомнил Поехали У, Р, вот так Значит А, нет, вот он буфер, да Вот он буфер, замечательно И теперь мы просто вот это вот ребро Подгоняем вот сюда Раз, два, три Значит, У штрих, Р, да, будет Поехали Раз, два, три, четыре, пять, шесть У штрих, Р Так, интересно Что-то он не захотел вставать Сейчас, сейчас Решим Значит Давайте я тогда сделаю Раз, два, три, четыре Сейчас это будет У, Р, да, надо будет возвращать У, Р, так, буфер у нас Где у нас буфер-то Так, сейчас попробуем еще раз Значит, вот у нас три боковушки Значит, я сделаю буфер вот этот И переверну Красный встанет на место И после этого вот на это место Надо будет подогнать вот эту Правильно Значит, делаем Делаем Теперь вот это встало на место И надо вот этот подогнать вот сюда Правильно Раз, два, три Р И У Да Р А Р И У И У Опять что-то не так Так, давайте еще раз Значит, вот Сообразил У нас три боковушки Вот так Значит, что мы сделаем Мы развернем вот эти У меня ошибка, наверное, была в том Что я ставил не на то место То есть Вот этот вставал на место А я менял вот на это То есть на то, которое Которое появилось Сейчас объясню Значит, я разворачиваю И Вот у меня буфер Вот То есть он Как бы Побучный эффект Да, скажем так А Вот на это место Мне нужно подогнать Вот эту вот Деталь Раз, два, три Р У-2 Да, будет Разворачиваем И делаем Р У-2 Все Бандаж собран Вот В следующем видео Буду рассматривать бандаж Сейчас покажу, какой Вот такой Значит, что у него Я про него не говорил В предыдущем видео Но его мы тоже будем рассматривать У него свободны Опять же два слоя Вот этот И вот этот И все Кубкоин Да, доступно Сейчас могу сделать еще какую-нибудь красивую формулу Например, то, что мы делали с узором Да Вот так Вот так Вот так И вот так То есть развернулась вот эта Тройка И вот эта тройка Они предмедикулярные Вернуть, соответственно Вот так Давайте я его запутаю Сейчас В этом видео Вот этими двумя слоями Вот, заметьте, что углы не меняются Потому что здесь как бы Даже не две плоскости Да, а одна То есть переворачивать-то некуда И они даже не меняются местами Из-за этого Они всегда одинаковы Поэтому сразу можно установить их на свои места А дальше Ну, понятно, центра совместить А вот дальше с ребрами начинается Визелуха И это будет в следующем видео Так что подписывайтесь на канал Ставьте уведомлялки Всем пока